Ну что, я могу тебя поздравить. Наконец-то Little Misfortune, игра от создателей Friendbow вышла. Несколько месяцев назад мы с тобой проходили демо-версию, мне игра очень понравилась, и, конечно, хотелось как можно скорее поиграть, посмотреть, что же за приключение будет нас здесь ждать. Сразу скажу, что я буду стараться выпускать серии как можно чаще, либо каждый день, либо через день, но, к сожалению, я приболела, поэтому я буду очень стараться, я надеюсь, что ты поддержишь лайком это прохождение, а я предлагаю нажать «Новая игра». Надеюсь, нам сегодня удастся поиграть толком. Потому что, мне кажется, и в прошлый раз, когда я проходила демку, я тоже приболела во время этой демки. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это мы с тобой видели. Вот эти волосы из Friendbow. Я так понимаю, что мы, наверное, сейчас кусочек демки пройдем. Или перепройдем, или да, пройдем. О, мистер Лис. Мне так понравилась графика, я помню, этой игры. Она какая-то вот, вот, интересная, необычная. Отдаленно похожая на Friendbow. Так, у нас... Мистер Шишка! Мистер Шишка! Или это не Мистер Шишка? Ну, в смысле, это Шишка? Ну, тот ли это Шишка, или это какой-то другой Шишка? О-оу. Я очень надеюсь, что музыка будет не очень громкой, и диалоги, потому что настроить их толком не получилось, пока игра не началась. Будет очень забавно, если нам разработчики подкинут такую какую-нибудь, может быть, пасхалку и добавят сюда каким-нибудь отдаленным намеком Friendbow. Итак, кратенько сейчас расскажу. Это наш дом. Мы играем за маленькую девочку. Ее зовут Мисс Форчен. Надо будет ей придумать какой-нибудь... Добро пожаловать в мою игру. И я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Пройди ее до конца, и получишь приз. Ну, это, в принципе, логично. Маленькая беда. Маленькая... Давай мы ее будем назвать невезучка. Маленькая невезучка. Ну, Мисс Форчен, это вообще-то не невезение, но... Это неудача. А я тебя буду звать невезучка. Она замечательный ребенок из не очень замечательной семьи. Немного блесток для вас. Немного блесток для тебя. И немного блесток для меня. Оу. Печально так, что... Сегодня день, когда она умрет. Знаешь, я тебя слышу. Ты слышишь? Ты в моей голове или что? Ну... Ну, хорошо. Да. Хорошо. Я буду звать тебя... Мистер Голос. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Нет, никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дарую тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо. По рукам. Начинается! Замечательно. Потрясающе. Готова сыграть? Да. Твое первое задание – покинуть дом. Хорошо. Я сделаю это. Для взаимодействия нажми А. Насколько я помню, мы должны кого-то выбрать. Смотри, я сама сделала эти бумажные куклы. Это Кимберли, это Стивен. Они путешествуют и сражаются с супер-злодеями. Что-то игра мне все равно кажется громкой, но, может быть, оно не будет звучать так громко. Так, вот у нас тут камушек есть. Давай посмотрим. Тут, по-моему, наша Халабуда, что-то такое. Смотри, это мое тайное убежище. Впечатляет. Ну, зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних-предальних странствиях. О, ясно. Давай все посмотрим. Это было в демке. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Мы сейчас полистаем так достаточно быстренько. Значит, мне нравится играть с игрушками. Люблю с ними разговаривать. Привет, дневник. В школе я рисовала, пряталась в своем тайном месте, разговаривала с Бабси. Я кое-что заметила. Мой коммунтов вошел лис. Его зовут Бенджамин, кажется. Ммм, Бенджамин. Кстати, девочки, мне очень нравится стилистика и рисунков. Привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно. Я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, то она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Так, откуда берутся чувства. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Убежал, мама закричала. Папа ударил маму. Это нормально? Я должна бить людей, которых люблю? Не думаю, что это правильно. О, да, у девочки семья такая очень трудная. Папа не видит, что применяет боли мне, и когда бьет маму. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец, он любит суши. А, это кто? Хиро, японский друг? Забавно. Он призрак. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно когда он хочет общаться. Привет, дневник. У меня блестки из школы, они супер блестящие. В любом случае, я не верю в Санту. Блестки потрясающие, пахло приятно, бабочек видела. Ну, то есть, тут ее дневник. Сегодня было весело, поэтому я была на озере и видела птиц в небе. У меня все хорошо, я должна сделать домашнее задание. Так, я нашла фото, где я маленькая. Как быстро летит время. Ха, взгляни на это фото, я была таким ребенком. Очень мило. Теперь я такая леди. Я маленькая леди. Вот кто я. Леди Фокс. Идея для костюма на Хэллоуин леди-лисичка. Хорошо. Я люблю свою раскраску. А как поступить, разоставить раскраску бабси, взять раскраску с собой? Вот, по-моему, здесь у нас пошли выборы. Выбрать либо одно, либо второе. Давай мы, может быть, возьмем с собой. Пусть будет с нами раскраска. Я возьму ее на случай, если мне станет скучно. Хорошо? Ну, хочется же посмотреть. А полистать ее никак нельзя. Окей, это, по-моему, бабси, да. Страш тайного места. Видишь его глаз? Он получил это, сражаясь с монстром. Монстром? Звучит страшно. Так и было. Будем его с собой брать? А, все, нельзя с ним ничего делать. Хорошо. Мы все с тобой посмотрели, давай вылазить и отправляться в наше приключение. Путешествие. А что у нас? Бенджамин. О, какой няшный лис. Значит, а тут у нас что, музыка? Я люблю двигать телом. Эта музыка звучит вечно. Тогда я выключаю, потому что, мало ли, какая у нас тут музыка. Что у нас тут? Мои блестки. О, забираем блестки. И нажми тигр, чтобы бросить... Ай, смотри, как няшно. Очень няшно, слишком няшно. Однажды я видела здесь монстра. Я показала ему палец, и он больше никогда не возвращался. Какая смелая девочка. Ну что, давай уходить. Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмешь с собой? Могу я взять обе? Нет. Выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Ладно, я выбираю... Единорог или камень. Я, по-моему, брала камень в демке. Или единорог, я не помню. Давай попробуем взять камушек. Пусть у нас будет мистер Кань. Единорог, это единорог. Я выбираю камень, который папа однажды в меня бросил. Интересный выбор. Ага, я назвала его Стоуней. Потому что он Стоун. Камень, понял. Камень по имени Стоуней. Это очень умно. Спасибо. По-моему, мы, кстати, камушек и брали в демке. И чтоб ты знал, я люблю сыпать блёдки на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам! Счастья всему! Мне так эту девочку уже... У меня просто зажбут, я помню. Эй, по другую сторону экрана. Помнишь, я сказал тебе, что она умрёт сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете, хорошо? А вон и Лиз, Бенджамин, Бенджамин, бери её, хватай и убегай. Так, тут нам трогать не надо, бабушка, наверное. Это бабушка. Она тоже носит подгузник. Ты всё ещё носишь подгузник? Нет, это было лет сто назад. Почапали. Блин, я так понимаю, что игра меня затянет надолго. Мама любит собирать бокалы. Я распила пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Нет, но в моей ноге целых пять дней был кусок стекла. Плохо дело. Держивайте РТ и стик, чтобы бежать. Ля-ля-ля-ля. Ах! Зачем игра мне сказала? Нет, прошу, не падай, не падай, не падай. Ты сейчас упадёшь. Да, я помню этот момент. Проклятие, она разбилась. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся, ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Ну что, вазочку надо собрать. Может, я смогу её починить? Как мне нравится её голос. Она просто такая вот, ну, прям бубочка. Такая хорошая девочка. Я сделаю это. Так, давай смотреть. Я помню, что я собирала эту вазу. Сейчас примерно мы с тобой... Так, возьми не тот кусок ты взяла. Сейчас всё соберём. Не очкуй. Как мы тебя там назвали? Так, иди сюда. Невезучка. Всё, я её буду звать Невезучкой. Я понимаю, что она у нас неудача, но я её буду звать Невезучкой. Так, Невезучка, давай сюда. Нет, не сюда. Ладно, положи сюда. Странно. Хорошо, возьми вот этот кусочек. Нет, тебя сюда не надо. Вот этот мне... Или не этот понадобится? А, вот это всё правильно? Типа он встал? Круто. Вот этот тогда вот сюдашенький. Готово. Смотри, я просто мастер сбора вазочек. Мне просто можно уже премию давать за сборы вазочек. Короче, если у вас сломалась или разбилась вазочка, пишите мне. Сборщик вазочек. Почините любую вашу вазу. И также может принять вину на себя, если вдруг вас спалили. Всё? Ну? Ку-ку. Чё такое? Чё, ты не хочешь вставить? Есть. А склеить? Я сделала это. Причина. Нам пришло достижение. Ай, смотри, как няшно. Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Я не могу, эта девочка просто... Друг моего папы был охотником, он застрелил от волоса. Его дочь Эрика подумала, что пистолет был игрушкой. Она сказала пив-папу своей маме и папе. Потом её родители умерли, и ей было так грустно. О-о-о. Нехорошо. А, кухня. Тут, по-моему, мама, которая на нас вообще внимания не обращала. О, здесь пахнет сигаретами. Да, это моя мама. И ещё она очень любит пить сок. Ну что ж, ты готова выполнить своё первое задание? Готова, и я намерена получить этот приз. Пойдём получать приз, дорогая. Холодильник тебе нельзя, наверное. Ой, кролики? Фу, снова мёртвые кролики. Когда уже папа поймёт, что они мне нравятся живыми? Кастрюлька. Мама, какой ужасный запах, что это? Мёртвые животные, вот что это. О, ужас. Слушай, действительно как-то стрёмно выглядит. Она чё, даже не... Подожди-ка, а мы можем в ко... Или нам сейчас люлей раздадут за то, что мы их... А ну давай сюда. А ну подожди, открой. А мы используем. Смотри, вон там всё светится. У нас был чудесный ужин вчера. Мама не была сильно пьяной, и папа сказал мне привет. Божечки. Аж сердце сжимается. Когда я вырос, то я хочу стать, как моя мама, такой же любительницей пить сок. Уже, кстати, не... А ну-ка, давай ещё раз. А, брас... Ух ты! Слушай, как интересно! А здесь можно? На кастрюльку! Да! Ура! Счастья супу! А вот этим ребятам можно? Может они запрыгают? Фу, снова мёртвые кролики. Как-то уже папа поймёт, что они мне не нравятся. Да, понятно. Смотри, как няшно! Я просто понимаю, что это ужасно больно на это смотреть. А на стол нельзя, да? Неа. Сюда можно. К маме нельзя, да? Когда я вырасту, понятно. Да... А что у нас здесь? Это сегодня! Одиннадцатый октября. Ну, почти Хэллоуин. Сказать маме, что ты уходишь? Давай скажем, но я боюсь, что мама не обратит внимания. Я пошла поиграть, мам! Я же говорю, что мама... Добрый день, утро! Сейчас полдень. Неудача. А, хорошо. Доброго полудня, утро! Эм... Хи! Ладно, почапаем. У нас какие-то локации были закрыты, но сейчас мы... Демка, по-моему, сейчас заканчивалась. Мы проходим наш двор. Прямо здесь я видела очень милого лиса. Я зову его Пенджамин. Я видела его около дома. Прямо за моим окном. Мне он кажется очень милым. Пожалуйста, неудача. Будь осторожна с дикими животными. Лисам нельзя доверять, а не бить все преступники. Что? Лис преступник! Это глупо. Мы, по-моему, сейчас пройдем двор, и как раз начнется сама игра. Но она у нас и так уже идет. Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало. Вот это было отвратительно. Это машина, наверное, нашей мамы. Здесь часто спит папа. Папа. Было бы стремно, если бы он сейчас выскочил. Черный кот, почти как мистер Полночь. Привет, Кать. Приветики-котейки. Привет, киса. Сюда. Иди. Иди, киса. Киси-киси-киси. Киси-киси. Киси-киси-киси. Киси, не уходи. Кот меньше, чем вороны. Проклятие. Мне никогда не удается погладить милых животных. Так, я хочу побросать, может, блестки в бассейн. И пойдем уже. Все было бы так мило. Так, ну, с бассейном ничего не получается. Но мы увидели какие-то ее воспоминания. Ну что, отправляемся в путешествие. Идем за котиком. Итак, прежде чем мы продолжим тебе... Стоит узнать правила игры неудачи. Хорошо. Запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать. Да, выбирать. Нет таких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо. Только последствия. Когда ты пройдешь игру, приз, вечное счастье, твой. Я готова. Твое следующее задание – пересечь эту дорогу. Хорошо. Это я могу. Посмотреть налево, посмотреть направо. Есть машины? Нет. Ладно, я пошла. Пойдем. Все время пугаюсь от этих... Ой-ой-ой-ой-ой, можно назад? Мо-мо-мо. Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Я вижу ворона. Он был там, я его видела. Может, это просто твое воображение? Да, это так. Но у меня очень богато. Просто продолжайте. Нам будет так весело. Хорошо. Пойдем. Невезучка. Ой, невезучка, невезучка. Вот, начинается самое интересное. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача, пойдем. Пойдем уже, идем. О, и с птичкой вроде все в порядке. Просто, ну вот, перс это просто нечто. Наконец-то у нас начинается игра. Я так хотела в нее поиграть. Спасибо разработчику Фрэнбоу, что вы не забросили свои классные проекты. Потому что Фрэнбоу был просто нереально топовый. Но я надеюсь, ты лайком же поддержишь этот ролик. Чтобы мы как можно быстрее его, во-первых, прошли. Очень хочется, ну, пройти его, действительно посмотреть, что же у нас тут будет интересного. Ай, я надеюсь, что главное у меня после этой серии окончательно, чтобы голос не сел. Потому что будет крайне сложно записывать. Но я буду стараться. А всем, кто болеет, я желаю скорейшего выздоровления, потому что я в вашем лагере. Маленькая мисс Невезучка. Знаешь, было бы круто, если бы были такие вот блестки, которые все брешали. Посыпал блесточек и все. И шикарно. Плохое настроение. Сыпанул блесточки и все. Ой, а вот это уже хуже. Упс, вот именно что упс. Little Misfortune. Ура, наэн, игра начинается. Эх, разработчики, порадуйте нас, пожалуйста, не разочаруйте. Я потратила довольно много блесток. Кстати, а где мы? Я бы тебе сказала, да не знаю. Ты шла через лес. Смотри, там пёсик. Привет, пёсик. Какой милый колпак. Сконцентрируйся в неудаче. Тебе предстоит сделать сложный выбор, связанный с этим пёсиком. Забрать его или нет, что ли? Помни о последствиях. Хорошо. Как поступить? Поиграть, освободить. Как ты видишь, у нас здесь нет правильных и неправильных вариантов. У нас есть один вариант и второй вариант. Поэтому я сразу скажу, что я буду... Я даже не знаю, чем пользоваться. Каким... От чего сейчас отталкиваться? Освободить? Ну, это чей-то пёс. У него есть ошейник. Давай поиграем? Давай попробуем поиграть. Я поиграю с ним, и мы приятно проведём вместе время. Хороший выбор. Теперь кинь ему мячик. Где я мячик возьму? Какой мячик? Этот мячик. А, этот мячик. Хорошо. Ну, давай. Зачем? Так было бросать. О! Пёсик! Что я наделала? Он сломался. Мистер Голос, всё, чего я касаюсь, сломается. Что со мной не так? С тобой всё в порядке. Просто порой жизнь несправедлива. Я боюсь, что если бы мы его отпустили, он бы на дорогу побежал. Правда? Спасибо. Конечно, печально, что теперь пёсик пропустит вечеринку. Какую вечеринку? Хозяин этой собаки, Джордж, устраивает вечеринку. Думаю, ты должна пойти и рассказать ему о несчастном случае. О каком несчастном случае? А, да пёсик, да. Пойдём. Осталось пройти совсем немного. Хорошо. Мне кажется, он бы в любом случае произошёл. Прости, что сломала тебя, пёсик. Мне очень жаль. Может, мы поиграем позже, когда я тоже сломаюсь. А помочь мне? Смотри, ну тут сердечко. Может, пёсик ещё жив? Я возьму этот колпак как символ нашей дружбы. Пёсик. Колпак мы взяли, а мячик нельзя взять? Красный мячик, убийца пёсиков. Жесть какая. Слушай, игра как-то очень жёстко начинается. Здесь написано, выгол собак запрещён. Ну ладно. О нет, я наступила в собачьи... Их. Ой. Ёй. О, я вижу свои следы. Аккуратно идём. Давай посмотрим, что вышло. Я вижу много блёсток и... Это рисовый пудинг? Я больше не могу на это смотреть. Пожалуйста, пойдём дальше. Плохо дело. Слушай, слишком необычная игра для начала. Всё слишком необычно. Ну хорошо, потопали. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. А где же Джордж? Этот знак не действует. Видишь, сколько хлама валяется вокруг? Хорошо подмечена неудача. Спасибо. Эх, не везучка. Итак, неудача. По ту сторону этого озера ты станешь на шаг ближе к призу. Вечному счастью. И к вечеринке, так? А, да-да. И к ней тоже. Ладно, а как я переберусь? Лодка есть? Знаешь, однажды в этом озере моя голова застряла в полиэтиленовом пакете. Я помню, что заснула и проснулась в больнице. Это ужасно. Да, я почти умерла. Кошмар какой. Люди, не бросайте мусор! Ах! Подожди, как-то слишком всё внезапно. А, что происходит? Кажется, у тебя большие неприятности и неудачи. Ага. И не говори. Куда эти птицы меня несут? Понятия не имею. Ты должна что-то предпринять. Быстро. Хорошо. Ударить их по шарам. Бросить блёстки. Давай блёстки бросим. Хорошо, мои блёстки сверкают. По каким шарам я там? Значит, если я брошу блёстки птиц, они будут видеть только блеск. И это собьёт их с толку, и они оставят меня в покое. Звучит, как отличный план неудачи. Ладно, вперёд. Атака блёстками! А куда мы упадём? Хоть не в воду, я надеюсь. И не на дерево какое-нибудь. Яй-яй-яй-яй! Хорошо, что у нас такое платьице, да? Как зонтик. Кажется, это надолго. Как Алиса, которая падала. Мы не поднимались так высоко. Кажется, время замедляется, когда мы в опасности. Я в опасности? Птичка, это у тебя крылышки? Эй, смотри, птичка! Привет, птичка! Что ты мне показываешь, птичка? Это не птичка! Это была грубая птичка. Грубая птичка. Хорошо, что всё в порядке. Ну, пойдём. Почему я не сломала ноги и не умерла? Похоже, ты умеешь хорошо падать. Спасибо. Так, идём. Мистер Вок, голос. Вечеринка в той же стороне, что и вечное счастье? Да. Конечно, в той же. О, как удобно. Ты подумала о том, что расскажешь новости Джорджу? А как расскажешь? О пёсике? Конечно, только если ты хочешь. Вообще, я бы не хотела. Но, наверное, расскажем. Ну, как бы... Он должен знать. Да, конечно, это самое малое, что я смогу сделать для миленького пёсика. Это очень смело с твоей стороны, неудача. Спасибо. Солнышко уже садится. Смотри, корабль! Вообще-то лодка, она сказала. А, нет, корабль. Мы уже пришли? И ещё чуть дальше. О, ну, хорошо. Какой-то очень странный играть, я хочу сказать. Это, конечно, не Фрэнбол. А, рыба. Что нам с ней сделать? Отпустить, забрать с собой. Понимаешь, тут два варианта. Забираем с собой, она умрёт без воды. Отпустим, она, наверное, наестся вот этой дряни. Давай пробуем забрать с собой. Ну, это неправильный вариант. Я оставлю её. Его зовут Родриго, ему нужно новое жильё. Чудесно. Интересно, слышал ли Родриго о суши? Это как Родриго, только мелкими кусочками, знаешь? Добрая девочка, слушай, она прям очень добрая. Так, мы прошли через огромный мост. И движемся дальше. Ага, я уже управляю. Это хорошо. Такс. А вот и здесь. Дом Джорджа. Я немного нервничаю перед знакомством. Ты исправишься. Ты храбрая, раз решила рассказать правду о пёсике. Прекрати. Я делаю это ради пёсика, ты ведь знаешь. Ну, пойдём. Какой-то странный домик. Давай хоть посм... А, нельзя пройти дальше. Постучать или позвонить. Давай позвонить. Ну, я бы позвонила. А мы дотянемся? Будем считать, что затянулись. Никто не отвечает. Я сама себя приглашу. Ты серьёзно? Время заценить вечеринку. Серьёзно, ты решила сама туда зайти? Ой. Однажды я видела человека, плавающего в озере, совсем как эта рыбка. Может, сюда можно нашего... Этого рыбкина разместить? Такого варианта нет. Поэтому пойдём. Ага. А, какая красивая фотография. Хотела бы иметь такую же с мамой и папой. Симпатичная фотка. Хорошо. А! Мам-мам-мальчик! Мам-мам-мальчик. Эй! Что такое неудача? Ничего. Мальчик, это был... П-призрак? Ты уверен, что это правильный дом? Где вечеринка? Кто-нибудь? Мне не нравится. А-а-а! Прошу прощения, вы Джордж? Вы хозяин пёсика? Если это так, у меня очень плохие новости. О, нет, стой. Похоже, он повесился. Повесил себя, как пиньята? Мне ударить его, как пиньята? Нет, неудача, он мёртв. Мёртв? Но на нём пара отличных сапог. Он не может быть мёртв. Девочка моя, что ты говоришь? То есть о сапоге и булочка. О, понятно. Эй, неудача, кажется, вечеринка закончилась. Давай уйдём. Встретимся на заднем дворе. Джордж, кстати, раз вы умерли, вашего пёсика больше нет. Мне нравился пёсик. Прощайте. Пушечки, кошечки, что за игра? Всё, я здесь. Давай пойдём в лес и достанем вечное счастье. Чё, это вся игра будет? Да! А где ма-мальчик? Мальчик, ты где? Чё-то нам мальчика не показали. Пойдём. О, я люблю лес. Со всеми деревьями, птицами и животными. Опасными животными неудача. Ты можешь столкнуться с лисой. Лисой? Как Бенджамин? Именно. Но все лисы злые, поэтому смотри в оба. Ладно. Грибочки. Грибочки, это всегда хорошо. Мне кажется, у нас будет выбор между голосом и Бенджамином. Он слушает нам голос или Бенджамина. Может, бросим где-нибудь блёсточки? Слушай, может быть, у этого чувака надо... А ну, давай попробуем вернуться. Нам можно? Или нельзя к тому чуваку? Потому что я бы хотела бросить блёсточки ему. Нам нельзя уже вернуться. Печалька. Значит, везде... Хотя нам, по сути, эти блёсточки... Ну, просто красивые картинки давали, и всё. Ой. Что это? Кукла? Всё начинается с пения галки. Единичка. Всё начинается с пения галки. Ладно. Интересно. Возьму я себе? Эй, что там у тебя? Ничего. Ничего не дают нам тут блёсточки? Не, ничего. Ну, ничего так ничего. Пойдём дальше. О, не подходи, неудача! Что такое? Дикий, опасный лис. Подожди, я узнаю этот чёрный хвост. Это же Бенджамин. Это не важно. Напади на него, прежде чем он убьёт тебя. Не, не думаю, что Бенджамин станет меня убивать. Привет. Привет. Тебя зовут Бенджамин. Хочешь поиграть со мной? Спасибо. Нет, не уходи. Ну вот. Ох, какое облегчение. Мы в безопасности. Давай продолжим играть в мою игру. Ладно. Здесь есть волшебная пещера неподалёку. Тебе нужно её найти. Волшебная пещера? Хорошо. Хорошо. Это кровь, да, в баночке? Похоже, Бенджамин любит рисовать. Это довольно круто. Мне нравится это в лицах. Соберись, неудача. Нам нужно идти дальше. Хорошо. Так, невезучка. Давай, может, бросим. Ага. Бессмысленно, да? Ладно. Кисточку ты забрала? Может, не надо дорисовать было? Родная моя, зачем? Оооо! Это плохо, 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 плохо. Родная? Ты вообще в курсе, что ты наделала? Не? Блёсточки не срабатывают. Привет, птиц. Пойдём. Мистер птиц. Пещера, говоришь? Ой, это шарфик. Точнее, это полиция. Тут было что-то плохое. Тут кого-то камнем, что ли, раздавило. Я не хочу туда идти, но надо, наверное. Но это та волшебная пещера? Выглядит она не так уж волшебно. Просто подожди, когда мы зайдём внутрь. Мне нравится, как это звучит. У меня есть вопрос. Что значит этот знак? Не знаю. Блёстки? Ага, круто. Обвал же. Ну, как будешь готова? Может быть, осмотримся? А, хотя лучше уже будем заходить. А, мне не терпится увидеть волшебство. Мы же всё посмотрели, по сути. Ух ты ж, ё-моё. Чё-то стрёмное место. Эта пещера просто огромная. Эхо. Что ж, давай исследуем пещеру. Давай. Давай, давай, давай. Я шучу. Это был не эхо. Это была я. Ты прирождённый комик. Неудача. Спасибо. А вот исследовать пещеру, я думаю, что мы с тобой будем уже в следующей серии. Как раз на таком вот самом интересном моменте. Мы с тобой остановились, добрались куда-то. Что там, где там, почему-то на знаке полиции. Это всё будет в следующий раз. Поэтому, если ты хочешь как можно скорее увидеть новую серию, обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал, на колокольчик. Нажимай. До скорых встреч. Чао-какао. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.